Привет! Мы с вами сейчас встречаемся в районе станции метро Белорусская, ну непосредственно, чуть подальше, там по другую сторону Ленинградского проспекта, ну в этом районе, в Беговом, на севере Москвы. И здесь, в районе Ленинградского проспекта, между метро Белорусская и Савелская, проходят три улицы Ямского поля. Ну, соответственно, первая, третья и пятая. Ну это сейчас проходят такие вот улицы. Они остались. Раньше было пять, но теперь осталось только первая, третья и пятая. Вот. Проходят они по промзоне Улица Правды, она так называется, ну потому что в этой промзоне есть также еще Улица Правды, но уходил когда-то такой издательский филографический комбинат газеты Правды. Ну теперь уже, соответственно, там другие компании находятся. Ну, так назвали эту улицу, такое историческое название. Да и промзоны, как таковой, сейчас уже фактически здесь нету. Практически ничего не производится. Больше такие вот как и бизнес-центры у нас находятся в этой промзоне. Вот. Рядом также проходят железнодорожные пути. Алексейской соединительной линии на перегоне Белорусский вокзал, Савеловский вокзал, ну или платформа Савеловская. Алексейская ветка идет около Савеловского вокзала. Вот. Ну, начало улицы так находится, ну, особенно первая улица находится как раз и метро Белорусский, и Белорусский вокзал. Вот. Ну и частично тут жилая застройка, то есть в основном промзона, но некоторые жилые дома тоже на этих улицах. Первая улица с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет около 800 метров. И фактически она является проездом. Ну, потому что она не только один жилой дом, и фактически она проходит по промзоне. Первоначально назывался главный проезд Кемского поля. Раньше было пять улиц всего, да, но сегодня еще есть хранительство, как я уже об этом сказал. И улицы были названы первые и все остальные. Бывшие пять улиц, но не три улицы. В 19 веке еще по полю, на котором в то время, собственно, эти улицы и возникли. И оно принадлежало тогда Тверской и Емской свободе, то есть в окреслих жили емщики, которые обслуживают Тверскую дорогу, ну, которая, собственно, идет на Твери, дальше на Петербург. Такая место с международным современными Ленинградским проспектом, улицами Бутерский вал и Нижнемасловка, но около Саёловского вокзала. Вот. Вот как раз это место раньше, в 16-19 веках, принадлежало Тверской и Емской свободе. Ну, во второй половине это место стало промышленным районом. Здесь был сооружен ряд промышленных предприятий, потому что это фабрика велосипедов, ДУКС, табачная фабрика, Габай, потом Ява была в советское время. Но сейчас эти фабрики уже не работают. Ну, а с 1330-х годов Емское поле, в общем, было застроено в том числе и жилыми домами, ну, и всякими другими нежилыми строениями. На этой, на первой улице находилось долгое время, с 1330-х годов, детско-инфекционная больница, которая была снесена в 2013 году. Сейчас тут находится один жилой дом, семиэтажный, подром 24, построенный в 1954 году, в силе Сталинского ампира. Ну, и также идет строительство, возможно, заканчивается уже клубного дома, АЭМ на Тверской, подром 28, тоже на этой улице. Ну, будет современный еще дом. Помимо того, помимо жилых домов, так здесь, в основном, находятся офисные компании, также есть научно-институт Эталон, самый главный объект на этой первой улице, здание подром 9, который разрабатывает мобильные переносные стационарные комплексы, обеспечивающие ведение радиоконтроля, оценку электромагнитной совместимости на объектах, определение местоположения источников радиоизлучения и помех, комплексную оценку функционирования средств и системы радиосвятия. Ну, то есть, здесь все же связано с радиацией, вообще с радиосвятием. Семиэтажные здания, 1558 года, постройки. На следующий идут офисные здания по номер 15 и 17, одно пятиэтажное, другое двухэтажное, 50-е годы в постройке. Также рядом находится компания авиационная, электроника и коммуникационная система, здание под номер 17 по 12, пятиэтажное здание в советском постройке. Московская, Хмаленская, дистанция электроснабжения. Ну, это такое служебное железнодорожное здание, потому что рядом железнодорога проходит трехэтажный, под номер 24, страни 2. Также есть детский сад под номер 24 и офисное, четырехэтажное здание под номер 28, где находится дирекция пресса, компания пресса, управление делами президента и другие организации. Советском постройке тоже здание. На второй улице, которая проходит от первой улицы Емского поля до улицы Правды как раз, вот, тоже по промзоне улицы Правды, и в виде также, так сказать, некоторых жилищных застройок, хотя она тут минимальная, и первоначально называвшийся дворцовый проезд Емского поля, первый улиц это главный проезд, а это был дворцовый проезд. Да, а также в основном есть только один всего жилой дом, 12-этажный, под номер 17, в основном в 1989 году. Ну, такой типовой панельный жилой дом советский. Ну, здесь тоже, в основном, находятся одни бизнес-центры, офисы. Это бизнес-центры Емского поля, здание ПАДРОН-2 с многочисленными строениями, причем некоторые даже начало 20-го века, ну, а некоторые уже таки позднесоветские. Вот, и также напротив находится научно-производственное объединение «Наука» ПАДРОН-3, которое занимается созданием системы кондиционирования воздуха, регулирования давления летательных аппаратов, ну, и вообще все, что связано с космическими аппаратами. Также сохранился на этой улице цех бывшего завода «Коммунар» ПАДРОН-8, корпус 4, который штамповал пылесосы. Также, вроде как, сейчас уже началось строительство комплекса «Арт-Резиденс» на территории бывшей табачной фабрики «Арт-Бат-Ява» в одной владении ПАДРОН-9. Следующее офисное здание ПАДРОН-13, двухэтажное. И дальше находится клуб «Голден Пэллос» ПАДРОН-15, это бывшее казино «Голден Пэллос». Ну, а когда-то еще изначально на этом месте был дом культуры «Красная звезда» завода «Коммунар», который рядом находился. С 1973 года слева к нему был перестроен спортзал к этому клубу. Ну, в 1991 году здесь разместилось казино, и началась перестройка здания. Ну, и теперь от старого здания фактически ничего не сохранилось. Ну, и тут снимает «Камеди Клаб» терял. Вот, и рядом следующее здание – это детский сад ПАДРОН-17А. Новое здание, старое снесли в 2007 году. Ну, и дальше идут одни офисные здания ПАДРОН-19, 22, 28, 30, 32. В том числе здание ПАДРОН-30 – это бывшая больница от машиностроительного завода «Коммунар», которая находилась на этой улице, большую территорию занимала. Ну, и многие тут организации. Кстати, детский сад, может быть, тоже был раньше от «Коммунар». Ну, и здание в основном советской новой постройки тоже. Что касается, наконец, пятая улица, то, соответственно, она проходит от 1-й улицы Емского поля до улицы Расковой. Улицы Расковой, точнее. А она с односторонним движением мобильного транспорта по одной полосе в сторону 1-й улицы Емского поля. Длина ее около 800 метров. Ну, и третья улица немножко покороче – 550, а первая и пятая – они все по 800. Ну, и тоже она фактически является проездом. Тоже, как и первая и третья немские улицы. Вот здесь, в общем, тоже все вот два жилых дома. Ну, минимальная стройка в улице проходит по промзоне. Да, и здесь первоначально назывался «Морковкин» проезд Емского поля. Ну, наверное, по фамилии местного владельца Марковкина, наверное, такая моя фамилия. Вот. Ну, и здесь тоже, как я уже сказал, находятся два жилых дома. Соответственно, тоже они советские. Пятиэтажка, по номер 23, корпус 2, 137-го года постройки. Это, кстати, довольно интересный стиль конструктивизма, можно обратить внимание. Ну, и 16-этажный дом по номер 27, 1383-го года постройки. Ну, это обычно такой блочный дом. На первом этаже находится детский центр «Логос». Ну, и здесь тоже одни офисы в основном. Такие бизнес-центры. Бизнес-центр «Солюшен Емское поле» по номер 5, 2008-го года постройки. И тоже бизнес-центр по номер 7, корпус 2. Офисные трехэтажные здания по номер 9. Здесь важный объект от Всероссийской государственной телевизионной радиовещательной компании «БГТРК» находится по номер 19-21 здания. Отсюда как раз вещает телеканал «Россия-1», «Кровосрочный канал России-24», «Вести-ФМ», «Радио-Россия», «Радио-Маяк» тоже. Раньше это здание принадлежало руководству «ГУЛАГа». В советское время в этом здании также располагалось Министерство Минтяжстрой и Минтяжмаш. Ну, это кирпичное здание в 1931 году постройки. Но уже в позднейшее время тут подвески телерадиокомпании. Еще на этой улице есть также заброшенное здание в 1932 году постройки по номер 23, строение 5. Училище циркового эстрадного искусства по номер 24, здание в 1932 году постройки. Кирпичное здание по номер 24, строение 4, где сейчас офисы находятся. Еще школа, обычная школа, трехэтажное здание в 1936 году постройки. Ну, как-то достроили обычные школы, школьные здания по номер 28. Ну, и многие здания, которые находятся на этой улице, числятся по соседним улицам. Ну, прежде всего, по улице Росковой, ну, и по 1-й улице Минского поля. Вот так вот. Ну, что-то, конечно, здесь найти можно. Сейчас вообще эта промзона, в общем-то, активно застраивается. Они сносят старые многие заводы, в том числе, вот и табачный завод и другие всякие. И вот. И дальше она будет развиваться, эта промзона, именно в сторону застройки жилыми домами, комплексами. В общем, сноса старых там заводских зданий, которые еще остались, офисных каких-то и так далее. Вот. Так что можно посмотреть на ее преображение. Ну, каких-то особо ценных объектов здесь нет, хотя местность довольно такая, в принципе, старая. Еще с Емщицких времен сохранение. Ну, и захотите приехать, то, может, доехать от Белорусской или Савелской. Это, в общем-то, без разницы. Они равномерно, равноудаленно находятся, в общем-то, эти улицы. И от Белорусской и Савелской. И проезжает по этим улицам автобус 82. Вот, между метромом Белорусской и Савелской. Приятных прогулок и до новых встреч на улице. Продолжение следует...